Периметр треугольника равен 2. Докажите, что А2 плюс Б2 плюс С2 плюс 2АВС меньше 2. Периметр треугольника равен 2. То есть сумма длин сторон для 2. Докажите, что А2 плюс Б2 плюс С2 плюс 2АВС меньше 2. Такого типа неравенца, потому что их очень много. И важно, в принципе, понимать, что называется, а как же и делать. Ну, подсказка. Во-первых, полезно все-таки избавиться от третий угол. Дальше. Считайте одно. Но С можно выразить за 2 минус А минус Б. Заодно считать не стоит. А плюс А. 2 минус А минус Б. Самое другое. При этом просто А меньше. Отпишем А в квадрате плюс 2 минус А минус Б в квадрате плюс 2АВ 2 минус А минус Б. В чем-то стало хуже, но в чем-то стало намного лучше, потому что буквы стало намного меньше. Давайте я просто сейчас возведу в квадрат. А в квадрате плюс 4А в квадрате плюс 2АВ плюс 4АВ минус 2А в квадрате плюс 2АВ минус 2А в квадрате. Выражение страшно длинное, но что-то в нем все-таки можно растить. Ну, давайте, например, вот здесь 4АВ и 2АВ, это 6АВ. Например, вот там А квадрат, А квадрат и Б квадрат, Б квадрат, да? Например, здесь 4АВ, а здесь 2АВ. Так, ну, что будем делать? Пусть мы забыли все равно, что мы будем делать. Наверное, наверное, сделаем так, господа. Давайте мы еще на 2 все разделим, потому что они все четные, зачем они на 2? Давайте все на 2 разделим. Получается А в квадрате плюс Б в квадрате. Успеваете? Да? Так, плюс 1. Это то, что осталось от четверки, когда обычный 2 разделили на 2. Минус 2А, минус 2Б, минус 2А, минус 2Б, плюс 3Б, минус А квадрат, б, минус АВ квадрат. Меньше нуля. Меньше нуля, да. Хорошо. Хорошо. Что будем делать дальше? А, кстати, что мы знаем про величину А плюс Б? Вы понимаете? Меньше чем А. Меньше 1. А плюс Б. Это величина, в каких пределах меняющаяся? От нуля. Не прав, нет нуля. От единицы? От единицы, молодец. Это больше единицы. И это меньше нуля. Хорошо. Так. Теперь следующий вопрос. Теперь следующий вопрос. Господа. А давайте мы А плюс Б объявим новую букву. А плюс Б, это будет новая буква, будет буква ИС. А умножить на Б, это будет другая, это будет буква ИС. Тогда что такое А квадрат плюс Б? Смотрите, там еще есть плюс 3АБ. Я понимаю. Х квадрат плюс У. Ага. Это, посмотрите, вот это и вот это, это Х квадрат плюс У. Согласны? Дальше. Плюс 1 и никуда не денешься. Минус 2Х. И вот здесь вот минус ИС. Надо доказать, что это меньше нуля. Ну, хорошо. Ну, хорошо. А это интересно, как можно записать. Как Х минус 1 в квадрате плюс У умножить на 1 минус ИС. Надо доказать, что это меньше нуля. Хорошо. Выношу. Получается Х минус 1 умножить на Х минус 1 минус ИС. Надо доказать, что это меньше нуля. Стало намного лучше. Стало намного-намного лучше. Теперь давайте поймем. У нас Х минус 1. Значит, на самом деле нужно доказать такое замечательное неравенство, что вот это вот... Слушайте, я вернусь к прежнему обозначению, что вот эта штука меньше нуля, это значит, что 1 плюс У минус ИС больше нуля. Что такое 1 плюс У минус ИС? Это на самом деле 1 минус А минус В плюс АВ. Вот давайте поймем, почему это больше нуля. Все понимают, как это нам нужно? 1 минус А на 1 минус В. 1 минус А на 1 минус В, конечно. Ну и я понимаю, что это больше нуля. Господа, разумеется, можно придумать какие-то другие способы решения этой задачи. Наверняка я написал гораздо больше, чем надо было. Можно было, что называется, с самого начала подметить и так далее. Вы увидели, что на самом деле произошло? Неравенство разложилось на два множителя, да? То есть на самом деле эта задача специально, то есть когда ее придумывали, начали вот отсюда и постепенно-постепенно-постепенно шли вперед, да? Но чем, что называется, разумен тот способ, который я сказал? Тем, что мы просто особо интереснее не примем. То есть у нас были три буквы, мы сделали, чтобы стало две. После этого получилось симметрическое выражение, значит надо сумму обозначить одним способом произведения другим. После этого получили уже выражение, которое очевидно разложилось на множители. Ну замечательно, разложили. Один из множителей положительный, значит, другой доказывает, что он отрицательный. А на тот множитель посмотрели и выяснилось, что на самом-то деле... Все понятно, да? Теперь давайте посмотрим, что называется, что это такое. Что такое х-1? Это вообще-то а плюс б минус 1. Понятно, да? Х- это же а плюс б. А что такое а плюс б минус 1? Это 1 минус цель. Ребята, на самом деле, для того, чтобы придумать эту задачу, автор сделал очень просто. Он написал вот это и потом написал, что 1 минус а на 1 минус б на 1 минус цель больше нуля. Ну а дальше уже как-то нам преобразовывал, записал это. Продолжение следует...